Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я вам хочу рассказать про свои фавориты 2019 года. Сегодня мы вместе с вами подведем итоги уходящего года. Я вам расскажу про те средства, которые мне больше всего нравились, те средства, которым больше всего тянулась у меня рука. Практически все эти средства появились у меня в 2019 году и буквально парочка из них перекочевали из 2018-2019. То есть у меня переменилась практически вся косметичка. В общем, будет интересно, продолжайте смотреть. Поехали! И начать я вам предлагаю с палеток, потому что палетки, на мой взгляд, это самое интересное. Одна из палеток 2018 года перекочевала в 2019-й и это палетка Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. Вот она как выглядит. Просто универсальнейшая и одна из любимейших палеток. Либо вот этот оттенок, либо вот этот оттенок в складку, потом какой-нибудь розовенький или вот такой вот на все века и все, макияж готов. Самый любимый мой оттенок в этой палетке это вот этот вот оттенок Pink Diamond. Он просто великолепно выглядит на веке. Серьезно. Просто наносите вот этот нежно-розовый оттенок в складку, вот этот Pink Diamond на все века и у вас настолько великолепный, красивый, простой и быстрый макияж. В общем, это что-то с чем-то. Как любила я ее в 2018 году, так и люблю в 2019 и возьму ее с собой в 2020 год. Другие две палетки, которыми я постоянно пользовалась, это две палетки от Anastasia Beverly Hills. Soft Glam у меня появилась гораздо раньше. Это теплая, универсальная, повседневная палетка. Я здесь чаще всего использую именно матовые оттенки, потому что лично мне они больше всего нравятся в этой палетке. Нравятся они мне тем, что они легко тушуются, с ними нет никаких проблем, они никогда не ложатся грязью. Просто если хотите максимально стабильные тени, которые не подведут вас ни в какой ситуации, вот это та самая палетка. Идеальная для растушевок, идеальная просто для повседневной жизни. Просто великолепная. Вторая палетка у меня появилась гораздо позже. Это коллаборация Anastasia Beverly Hills и Jackie Aina. Она у меня появилась совсем недавно, но уже завоевала мое сердце. Больше всего мне в этой палетке нравится вот этот вот оттенок, красивый персиковый какой-то, абрикосовый, оранжевый, яркий оттенок. Сама палетка очень спорная. Где-то она отличная, где-то есть какие-то такие нюансы по использованию, но все же она мне очень нравится. И я определенно могу назвать ее тоже фаворитом 2019 года. И еще две палетки покажу, которые тоже меня очень порадовали в 2019 году. И это две палетки от бренда Evelyn. Вот такая вот малышечка. Это палетка Sunrise. Она мега дешевая, у нее дешманская ужасная упаковка, но тени очень красивые. Больше всего мне здесь нравится вот этот вот этот красивущий бежевый оттенок. Он с какими-то сияшками, с какими-то блесточками. И когда вы наносите его на все веко, это как ваше веко, только лучше. Это такой красивый бежевый, приятный, красивый оттенок. Он так подсвечивает веко, так его выделяет. Вот придает, знаете, какую-то изюминку красивому нюдовому макияжу. В общем, потрясающий оттенок. Я его очень и очень люблю. И просто очень часто я его использовала. Кстати, макияж с этой палеткой у меня был в видео про мой летний макияж. И вторая палетка от Evelyn, которая мне очень сильно понравилась. Это Charming Mocha. Про нее я тоже делала отдельный обзор. А точнее, про три новые палетки у Evelyn. Оставлю здесь обязательно ссылочку. Очень красивая палетка. Тоже в теплых оттенках. Я обожаю теплые оттенки в макияже. Кофейная, красивая, потрясающая. Легко тушуется. Все легко набирается. Лично у меня ничего не осыпается с этой палеткой. Хотя есть люди, которые говорят, что у них сыпется. У меня по какой-то причине не сыпется. В общем, великолепная палетка, если хочется чего-то очень красивого, теплого, легкого и бюджетного. Среди тушей для ресниц у меня тоже было несколько фаворитов. Причем большинство из них бюджетные. Во-первых, это тушь от Estrade Oh My Doll. Очень красивые ресницы. Очень длинные, разделенные, подкрученные. Просто невероятной красоты ресницы. При том, что тушь стоит всего, наверное, рублей 200. Великолепнейшая тушь. Она у меня не осыпается. Ресницы не склеивает. Просто все, что только можно, она делает. Единственное, что она не водостойкая. И она не придаст объем. Но если у вас своих ресничек довольно-таки много, но вам нужно их только чуть-чуть удлинить и сделать более выразительными, тогда эта тушь для вас. Второй мой фаворит, тоже бюджетный, это, конечно же, Vivienne Sabo Cabaret Premier. У меня есть как в черном оттенке, так и в коричневом. Фаворитом 2019 года все-таки станет именно коричневая тушь, потому что она в сочетании с какими-то нюдовыми макияжами дает просто настолько красивый эффект повседневный, настолько какой-то нежный. В общем, просто красотища. И еще одна тушь, которая просто не оставила меня равнодушной, это тушь от Benefit Bad Gal Bank. У меня это миниатюрка, но я в нее уже влюбилась. Я ей пользуюсь всего месяца, наверное, два, может быть, даже три. В общем, это любовь с первого применения. У нее очень удобная щеточка. Она и небольшая, и не маленькая. Она настолько пластичная, удобная. Она настолько удлиняет ресницы, настолько делает их выразительными, красивыми. В общем, одним словом, это любовь. Кстати, эффект от этой туши очень похож на эффект от туши от Estrade. Они действительно похожи, но они все же разные, и прямо-таки аналогами я их не назову. И чтобы закончить тему глаз, я вам покажу сразу же любимые подводки. Это подводки от Physicians Formula. Красивые черные стрелки. Очень тоненькие. Очень легко их рисовать. В общем, все великолепно с этой подводкой. Уже несколько раз ее показывала. Не буду на ней заострять внимание. Любимый карандаш в этом году. Это карандаш от Evelyn. Он не без своих минусов. У него вот этот вот карандаш, вот этот грифель, очень как-то плохо привинчен. И он постоянно прячется обратно. Соответственно, когда вы что-то рисуете, вам нужно придерживать карандаш не за основание, а вот здесь вот, чтобы он у вас не убежал. Это большой минус этого карандаша, но я его люблю за то, что у него есть очень удобная жопка-спонжик. Этой жопкой вы очень легко растушевываете этот карандаш, и получается красивая растушеванная коричневая стрелка. В общем, эффект просто бомбический. И фаворитом моим среди жидких теней в 2019 году стал бренд Luxe Visage и тени Metal Hype. Конкретно оттенок номер 6 мне понравился больше всего. Несмотря на то, что это оттенок бронзовый, он и выглядит как бронзовый, и на сводчах он как бронзовый, но на самом деле он какой-то средний между розовым золотом и бронзой. Очень красивый повседневный оттенок получается. Он настолько хорошо гармонирует с моей внешностью, он настолько идет зеленым глазам и цветотипу такому, как у меня. Он с одной стороны нюдовый, но с другой стороны он так выделяет век, как-то, знаете, так красиво выделяет глаза, придает такую глубину взгляду, и глазам, в общем, просто красотища. Дальше давайте разберемся с тональниками. Здесь у меня большой выбор того, что мне нравилось в 2019 году. Во-первых, это тоже тон люкс визаж. Извиняюсь, что он такой немножечко грязненький. Этот тон называется инсталук, и он просто невероятно красивый. Он бюджетный, он стоил рублей, ну, наверное, 200. Он легкий, но при этом он перекрывает все недостатки. А у меня кожа проблемная, мне есть что перекрывать. Он великолепно выглядит на фото и на видео. Он подходит на каждый день, подходит на праздники. Он никуда не убегает, с ним ничего не происходит. Он не западает в морщинки. Он не катается по лицу, не сушит кожу, не подчеркивает какие-то шелушения. В общем, просто идеальный тон. Вторым моим идеальным тоном в этом году был тон клиник Even Better. Это фаворит, перекочевавший из 2018 года в 2019. Я его использую, когда у меня на лице много высыпаний, потому что этот тон с ними как будто бы немного борется. В общем, красивый тон, легко ложится на кожу, перекрывает опять-таки все недостатки, какие есть только у меня на коже. Ложится тоненько, красиво, но те зоны, которые жирнятся, нужно все-таки активно припудривать, а иначе он начнет с этих зон убегать. Еще одним фаворитом среди тонов стал, конечно же, тон от Evelyn Liquid Control. Отличный тон, у меня был про него отдельный обзор. Настолько легко ложится, настолько хорошо кроет. Вот в обзоре про этот тон у меня как раз было много воспалений на коже, и там прямо-таки видно, как он буквально одним движением все скрывает. Кожа выравнивается, кожа становится красивая, идеальная, ровный, красивый тон. Просто великолепное средство, его можно наслоить и сделать более плотное покрытие. Его можно нанести спонжиком и сделать более тонкое покрытие. В общем, красивый эффект, стоит дешево, средства здесь дофига. Ну, чем не бюджетный фаворит? С тональными средствами мы закончили. Теперь давайте я вам покажу кисти и продолжим с вами с лицом. Ну, любимейшая кисть в этом году это вот такая кисть от Эко Тулс. Я ее приобрела всего, наверное, месяца 4, наверное, назад, может 5, но это уже моя любимая кисть. Она вот такая большая, она плотно набита, она мягкая, она нежная, она великолепно наносит бронзер. Просто обожаю ее для бронзера. Она настолько классно это делает, настолько легко, настолько красиво. Она так хорошо набирает и отдает. Она просто идеальной формы и идеального размера, на мой взгляд. Вот так вот все поставили, провели, все, скула у вас уже готова. В общем, великолепнейшая кисть. Также ей можно наносить румяна, также ей можно наносить пудру на все лицо. В общем, абсолютно универсальная кисть. Очень, очень ее люблю. Еще одной моей любимой кистью стала, конечно же, Real Techniques вот такая вот для румян. Она уже немножечко грязная, извиняюсь, но румяна она действительно наносит великолепно. Именно сегодня я ей пользовалась, поэтому она такая нечистая, но я не могу ничем другим сейчас наносить румяна. Просто не могу. Это настолько, это настолько удобная кисть, что не хочется брать для румян просто ничего другого. И еще одна кисть, которую я тоже очень любила, я ее, к сожалению, сейчас не принесла. Это кисть от Bidelium Tools. Поставлю вот здесь картиночку. Это кисть в форме свечи. Она очень мягкая, она очень подвижная. И она великолепнейшим образом наносит хайлайтер. И она настолько легко набирает хайлайтер. Она дает настолько нежное, легкое покрытие. В общем, великолепные кисти, опять-таки, с ее появлением практически никакие другие кисти для хайлайтера не хочется использовать вообще. Среди бронзеров у меня тоже есть два очень явных фаворита. Во-первых, это, конечно же, бронзер от Charlotte Tilbury. Великолепный, красивейший бронзер. Очень легко он тушуется, легко наносится, дает очень красивую естественную тень. С ним нельзя переборщить, с ним нельзя сделать рыжую скулу, с ним нельзя, ну, с ним вообще нельзя напортачить. Очень красивый, очень хороший бронзер. Дорогущий, конечно, пипец, но он того стоит. И второй бронзер, который мне очень сильно нравился, и который, в общем-то, на мой взгляд, является аналогом бронзера от Charlotte Tilbury. Это бронзер от Ifra She My Green Summer. Действительно, очень красивый, очень похожий эффект. Эффект тоже очень нежный эффект, очень красивый эффект. Именно такой натуральной тени. С ним тоже нельзя переборщить, с ним тоже нельзя сделать что-то супер рыжее. В общем, на мой взгляд, это действительно аналог. Самые любимые пудры в этом году это пудра от Laura Mercier и пудра от Cover FX. Laura Mercier дорогая зараза пудра, но она действительно хорошо фиксирует макияж. Она хорошо ложится под глаза, она не сушит эту зону, она красиво именно закрепляет консилер, она немного разблюривает кожу, она никогда не дает эффект пирожочка. В общем, это хорошая пудра, с которой вы никогда не прогадаете. Если хочется хорошей пудры, которая не подведет вас ни с каким тоном, ни с каким консилером, просто ни в какой ситуации, то это именно та пудра. Вторая пудра, которую я показывала, это пудра от Cover FX. У меня это миниатюрка, очень хорошая пудра. Она действует так же, как пудра Laura Mercier, то есть она тоже хорошо фиксирует макияж, она не делает пирожочек. Но при этом самая большая заслуга этой пудры заключается в том, что в ней нет талька. В Laura Mercier есть тальк. В Cover FX, которая стоит, кстати, дешевле, талька нет. Именно из-за этого мне эта пудра даже, наверное, нравится больше. Любимые румяна в 2019 году это двое румян от Hourglass и от Luxe Visage. От Hourglass я, по-моему, показывала в 2018 году или нет. В общем, красивейшие румяна в оттенке Mood Exposure. Когда делаешь swatch, они кажутся какими-то, ну, непонятными, ничего особенного. Когда смотришь на них, тоже кажется, что, ну, ничего особенного. Но когда их наносишь на щечки, это настолько красивый, нежный, розовый эффект. Они ложатся просто как шелк, какой-то красивейшей валью. Их можно нанести совсем легонечко и сделать нежный эффект. Их можно прям нахреначить, как мафушеньку-душеньку, и будет прям очень яркая такая розовая щека. В общем, с ними можно играться как угодно. Они дают красивый, нежный, розовый цвет. Он не лежит, знаете, как пирожочек. Он лежит именно так, как будто бы это ваш румянец, который вот так вот проступает через кожу. В общем, очень и очень это красиво. Вторые румяна, это румяна от Luxe Visage из серии Silk Dream. У меня это оттенок номер 3. Это румяна очень странный по цвету. Я до последнего не думала, что он мне подойдет. Но на самом деле получается очень и очень круто. Это одновременно и какой-то пыльно-розовый, и немного персиковый, и немного темный оттенок. В общем, получается очень красивый эффект. Он подойдет и на кожу, как у меня, и на более загорелую кожу, на более темную. В общем, очень универсальный красивый оттенок. Легко набирается, легко ложится и красиво выглядит. Два любимых хайлайтера. Это хайлайтер от Jouer и хайлайтер от бренда Becca. Возможно, Jouer я показывала в 2018 году, но я этого уже не помню. В общем, это оттенок розовый кварц. Я просто прожужжала вам, наверное, все уши про него, но это действительно хайлайтер, который стоит того, чтобы упоминать его еще и еще и еще. Великолепный, просто великолепный цвет. Какая-то и нежнятинка, и красотинушка. В общем, все, что только можно сказать про хайлайтер, про самый лучший, самый красивый хайлайтер, все это будет заключаться именно в нем. Очень красивый розовый нежный оттенок, блестит просто как не в себя. Вот настолько красивое свечение, просто нельзя передать словами. Это определенно не нежный-принежный хайлайтер, который будет практически незаметен. Нет, это не тот хайлайтер. Это яркий, это бабамистый, это очень такой заметный хайлайтер, но это мега красиво. Второй хайлайтер, это как раз-таки нежный хайлайтер. Это хайлайтер от Бекков, оттенки Апал. Золотой, красивый хайлайтер. У него есть более крупные блестки, нежели чем я люблю обычно в хайлайтерах, но при этом все равно это мега красиво. Это именно такой золотистый оттенок, который не слишком желтит, он хорошо подходит моей коже. И он так с одной стороны сливается с кожей, но с другой стороны дает такой блеск. Вот действительно как будто бы вас солнышко поцеловало, будто бы лучик солнца упал вам на скулу и что-то подсветил. Очень красиво, очень круто. И сейчас в Сифаре продаются миниатюрки этого хайлайтера, прямо как у меня. Так что на мой взгляд это просто идеальная комбо и вы при этом не тратите очень много денег. А также я просто обязана вам показать два моих любимых спонжа. Во-первых, это вот такой вот спонж от Manly Pro или Manly Pro и вот такой спонж от Beauty Bar. Великолепные спонжи, стоят они до 500 рублей, но при этом лучше работают, чем Beauty Blender. У меня есть Beauty Blender, но я к нему практически не прикасаюсь, потому что у меня есть эти два спонжа. Дальше давайте покажу вам консилеры. Консилеры я могу разбить, наверное, на две части. Это легкие и средние консилеры и плотные кроющие. Среди легких консилеров мне больше всего понравился в этом году консилер от Revolution. Очень хороший консилер, несмотря на то, что его часто почему-то сравнивают с плотными консилерами, наверное, из-за вот такой вот жопки, которую сделали, очень похожий якобы на шейп-тейп, но на самом деле это консилер средней плотности. Он хорошо перекрывает все недостатки, но при этом он очень легко ложится. Он мне кожу вообще не сушит, с ним нет никаких проблем. Вот на какую зону его не нанеси, он везде будет хорошо, красиво лежать, нежно распределяться, великолепно тушеваться. Просто отличный консилер. Но я все же не советую его для перекрытия недостатков, потому что у него все же среднее покрытие. И, конечно же, консилеры от Fit Me Maybelline. У меня здесь два оттенка 0.5 и 0.10. Они красивые, они хорошие, они действительно просто великолепно выглядят под глазами, но они, скажем так, ну на мой взгляд, их сильно переоценивают. Кто-то их сравнивает с шейп-тейп, но на мой взгляд, к шейп-тейпу они прям, ну никак не относятся. Они недостаточно кроющие, на мой взгляд, именно для сравнения с шейп-тейп. Но, как сами по себе, довольно-таки неплохие, хорошие консилеры. Здесь главное не ошибиться с оттенком. У меня здесь два, и они мне оба не совсем подходят. Оттенок 0.5 слишком светлый, оттенок 10 слишком темный. Среди плотных консилеров моими фаворитами в 2019 году стали консилер от Jouer и консилер от L'Oréal Infallible. От Jouer плотный, хороший консилер. Я его наношу только на недостатки, я его ни в коем случае не фигачу под глаза или еще куда-то. Только на акне, только на какие-то прыщики. Великолепно все перекрывает. Перекрывает цвет, перекрывает неровности. В общем, отлично делает свою работу. Кожа после этого окажется прям-таки очень даже хорошей, красивой, ровной и без проблем. То же самое могу сказать про консилер от L'Oréal. Я его наношу только на недостатки. И он это делает великолепно. Раньше я пользовалась преимущественно консилером от Nars в оттенке ванилла, который мне совсем не нравится под глазами, но который хорошо кроет недостатки. С тех пор, как у меня появился вот этот консилер от L'Oréal, к Nars я не притрагиваюсь. Потому что ну не надо, просто не надо. Консилер от Nars стоит до хрена, но при этом работает как-то так себе. А этот консилер он и недостатки хорошо перекрывает, и стоит в 4 раза дешевле, и при этом его тоже можно нанести под глаза. И в целом он будет неплохо работать. Если у вас кожа возрастная или сухая, тогда он скорее всего вам под глазами не понравится. Открытием 2019 года для меня стал вот такой вот клей для глиттера от бренда NYX. Этот клей для глиттера хорошо наносит любой глиттер, любые сверкающие тени, которые плохо наносятся просто пальцами. Вот если у вас есть какая-нибудь красивая блестяшка, какие-нибудь тени, которые вы наносите пальчиком, видите, что великолепно, сводчите, великолепно, а наносите на глаза и ни хрена, и ничего нет, ничего не происходит, ничего на глаза не наносится, вот тогда этот глиттер идет вам в помощь. Вы наносите его на глаза, и потом наносите свои неработающие тени поверх этого клиттера. И я вас уверяю, даже самые плохие, самые неработающие блестяшки засверкают на вас, как гирлянда на новогодней елке. И у нас остались две последние категории, это средства для бровей и губы. Среди средств для бровей я хочу показать два моих неизменных фаворита. Во-первых, это карандаш от Vivienne Sabo, который перекочевал из 2018 года в 2019, уже все, наверное, про него знают, так что не буду особо на нем останавливаться. Красивый, тонкий карандаш, стоит бюджетно, в общем, все с ним просто великолепно. И второе средство, фаворит для бровей у меня это маркер от Lime Crime. Много раз его уже показывала, он делает просто мега тонкие волоски. Вот если у вас при помощи карандаша не получается волосковая техника, как у меня, потому что у меня такое напыление в виде татуажа, у меня не получается карандашом что-либо нормально прорисовать, какие-то тонкие волоски, вот тогда маркер приходит вам в помощь. Он пигментированный, он красивый, он делает настолько тонкие, красивые волоски. И, в общем, сделать что-то красивое проще простого, даже если руки у вас растут не из того места, я вас уверяю, при помощи этого маркера у вас все получится. Среди гелей для бровей, опять-таки, из 2018 года перекочевал гель Fixator, как прозрачная версия, так и пигментированная. Великолепно фиксирует волоски, просто великолепно. Волоски потом держатся как прибитые. И также моим открытием в 2019 году стал гель для бровей от Luxe Visage, который называется Brow Styler 3 в 1. Просто какое-то действительно открытие года. С тех пор, как я открыла для себя этот гель, я практически всегда только им и пользуюсь. Этот гель, он пигментированный, и он может вам нарисовать брови с нуля. С ним вы можете не пользоваться карандашом или маркером вообще. Если вам нужно совсем чуть-чуть что-то дорисовать, просто щеточкой вот так вот провели по волоскам, или, как я, по коже, где у меня не достает волосков, и цвет появляется. Бровь становится очень красивая, натуральная, все с ней хорошо. Также в составе этого геля есть какая-то небольшая микрофибра, которая делает ваши брови более объемными. И при этом этот гель еще немного фиксирует. Но фиксация, на мой взгляд, здесь очень такая слабенькая. И все же я предпочитаю фиксировать брови при помощи геля от Vivienne Sabo Fixator. И последняя категория – это средства для губ. Карандашей я никакие не покажу, потому что карандашами я не пользуюсь. Мне принципиально не нравится использовать карандаш в качестве помады, потому что мне все сушат. А вот обычные помады я просто обожаю. Наверное, самой любимой помадой в 2019 году для меня являлся вот такой вот блеск от Dior. Lip Glow он называется. Очень красивый блеск. У него есть свой небольшой розоватый оттенок, но при этом он как-то взаимодействует с вашим pH, и у вас губы становятся... и у вас все-таки вот этот вот розовый оттеночек со временем становится какой-то еще более розовый. Очень приятный запах, очень красивый оттенок, очень какая-то увлажняющая, напитывающая текстура. В общем, выглядит красиво. Любимой помадой в 2019 году для меня стала помада Flavera. Это у меня оттенок номер 16. Это именно увлажняющая версия, и она великолепна. Во-первых, здесь магнитный футляр. Это мега удобно. Во-вторых, здесь мега красивый пыльно-розовый оттенок. И в-третьих, эта помада еще и ухаживающая. Она действительно распределяется как какое-то маслице. Она долго держится. Она... даже если вы попьете кофе, поедите, пообедаете, попьете водичку, попьете чай, она полностью не стирается. Ее не нужно в течение дня поправлять, много раз перенаслаивать. Один раз утром я ее крашу, хожу весь день с ней на работе, ем, пью и возвращаюсь вечером. И у меня все еще есть помада. В общем, просто великолепное средство. Вот действительно советую. Ну что ж, а на этом все. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok